Друзья, всем привет! Наверное вы задавались вопросом, а какие же новые фишки вы можете получить при переходе на HyperOS? Ведь в интернете много обзоров, там установок, ну и тому подобного. Ну а что касается фишек именно глобальной прошивки. Потому как на канале был обзор на китайские прошивки, но до глобальной прошивки руки еще не дошли, и вот в этом видеоролике мы и будем исправляться. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Под опытным смартфоном у меня будет выступать OCO F5 Pro. Ну и наверное первое с чего мы с вами начнем, такой главной фишкой этой новой системы, оболочки, ну правильнее конечно оболочка говорить, это оптимизация, быстродействие и автономность. Почему именно эти три компонента? Потому что многих это интересует, да и многих это в принципе волнует. Вы понимаете, что хоть устройство флагманское, то я буду судить именно по нему. Если мы возьмем с вами какое-то другое устройство, там по типу Redmi 12C, 13C, там Redmi Note 12, то там немножечко все это будет выглядеть иначе. Но вот на примере данного устройства я могу отметить, что действительно заявленные фишки оптимизации, быстродействия и улучшенной автономности тут присутствуют. Вы можете заметить, что у меня есть сим-карта в этом аппарате, и вот знаете, у меня есть некий такой тест на то, как аппарат теряет свою зарядку, когда просто тупо лежит. Потому как некоторые аппараты именно могут там с 4G включенным, там всеми сервисами и тому подобным, очень быстро разряжаться. И вот на MIO 14 в принципе так это и было. Но в HyperOS я могу сказать, тут немножечко все совершенно иначе. Я этим аппаратом периодически пользуюсь, там Telegram, TikTok и тому подобное, там звонки какие-нибудь. Но я не могу сказать, что устройство прям супер сильно теряет в зарядке. Да, оно у меня конечно не сильно нагружено будет, там допустим у меня не включен постоянно GPS и тому подобное. Но вот в плане автономки, честно сказать, фишка ну есть. И то есть автономность стала повеселее, чем это было в MIO 14. По поводу оптимизации быстродействия, также могу сказать, что разработчики допилили этот компонент. И в принципе это также можно было наблюдать на примере того, как они обновляют Oco Launcher. Да и вот эта вся тема, она позволяет нам получить те самые заявленные фишки, о которых многие ждут. Но опять же, как я уже сказал, что данная вся тема наблюдается на флагманском устройстве. Ну а на аппаратах, которые более бюджетного сегмента, там к сожалению этого может и не быть. Следующая фишка, о которой я хотел бы поговорить. После обновления мы получаем с вами новую шторку. Да, это уже заезженная тема, уже как бы и в ТикТоке там много видосов на эту тему, и в Ютубе и тому подобное. Но опять же, многие не знают о том, что добавляется новая шторка. И да, когда вы обновляетесь именно на HyperOS, у вас появляется та самая шторка с полным функционалом. В частности, тут у нас будет клавиша перехода в настройки. Да, предвижу сразу комментарии, вы мне напишите, ведь это было уже в MIO 14. Друзья, так-то оно да. Но когда выходила первая там HyperOS для Китая и тянулись версии стоковых приложений из той прошивки, то как раз там не было этого тумблера. Для глобальной прошивки с новой версией этот тумблер добавляется. Вот, пожалуйста, мы можем сразу перейти в настройки. Также, если вас интересует вопрос, а что по поводу там старого стиля оформления, у нас будет доступно два варианта. Конечно же, это классика, которая, ну, в принципе, нам позволяет с вами понимать, что такое MIUI. И, скажем так, олды прослезятся. Ну и новая версия, о которой я вам только что рассказал. Ну а мы с вами следуем далее. Конечно же, поговорим по поводу кастомизации. Это будет такой некий большой раздел, потому что тут есть о чем рассказать. Наверное, первое, с чего стоит начать, это шрифт. Да, наконец-то, в официальной глобальной прошивке он меняется спустя, ну, наверное, года так 3 или 4. Это шрифт у нас Mi Sense. Вы его можете найти в обновленном меню обои. Ну, или же, как он сейчас звучит, обои и персонализация. И плюсом вы получаете фишку, как возможность настраивать толщину шрифта. Также очень это прикольно выглядит. Еще по кастомизации и персонализации, конечно же, я вам напоминаю о новых стилях экрана блокировки. Которые очень классно смотрятся. Ну а если у вас устройство с Always On Display или же активным экраном, эта история вообще будет очень круто работать. Ну и плюсом, если вы еще активируете двойное касание для включения и отключения экрана, то вы получаете вот такую тему. Смотрите, мы двойным тапом заблокировали активный экран, далее пробуждаем. Ну, честно, это что-то с чем-то. То есть, уже ради такого можно обновиться на новую HyperOS, даже несмотря на какие-нибудь моментики, которые, в принципе, могут присутствовать. Далее мы с вами переходим. Если вы любите фотографии и все то, что с этим связано, у меня также для вас есть хорошие новости. Две крутые фишки в новой галерее. Первое, это то, что вы, допустим, на фотографии можете быстро выделять текст, что очень хорошо. И вторая особенность, это то, что вы можете быстро выделять какой-то объект на фотографии. Вот вы сейчас можете заметить, как искусственный интеллект его подсвечивает. И как я говорил, что дальше вы с этим можете взаимодействовать. Либо создавать стикеры, либо перекидывать на компьютер, там, вытягивать PNG-фон и там, далее с этим всем работать. То есть, очень удобная фишка, которую, я думаю, что также многие оценят. Наверное, то, чего я не ожидал увидеть на этом устройстве вместе с Пока Лаунчером, это новые виджеты. Да, друзья, я не ошибся. Ну и, в принципе, вы, вот небольшой спойлер, могли видеть с самого начала данного видео. Получается, мы с вами нажимаем, как и обычно, по там пустому месту, выбираем виджеты. И тут нам вылезают те самые виджеты, которые были эксклюзивными для ленты виджетов. То есть, если у вас был Google Discover, то мы всю эту тему не могли применять. Там нужно было переходить на индонезийскую прошивку, заморачиваться, ну и так далее. Здесь же по умолчанию у нас все это есть. Ничего дополнительного я не качал, не устанавливал. Ну и вновь-таки хочу повториться, что вот как раз по виджетам есть момент, что не на всех аппаратах также они могут быть доступны. Есть у меня предположение, что скорее всего они будут и на предфлагманах, и на флагманах. Что же касается более бюджетных там смартфонов и линеек, то там возможно этого не сыскать. Но опять же, маркетинг у нас в действии. Ну и у меня еще остается две фишки, которые также вас, возможно, заинтересуют. Одна из них, это у нас касается питания, то есть нашей батареи, которая нам позволяет улучшать работу устройства. Если вы зарядный геймер, то у меня есть для вас хорошие новости. Ведь высокая производительность стала еще лучшее качество. Там у нас возрастает в разы, FPS тоже не будет у вас там 10-20. То есть все тут будет по канону, как говорится. Плюс вам еще есть такие фишки, как вот по защите батареи мы можем с вами настраивать. И что интересно, в дополнительных функциях мне понравилась такая тема, как обновление ПО. Но опять же, это не то чтобы фишка, но просто как бы разработчики нам показывают, что можно отслеживать то, когда выходит там новое программное обеспечение. Ну а так-то еще таймер питания. Ну это уже как бы старенькая фишка, но ее просто сюда перенесли. Раньше на предыдущих версиях безопасности была такая тема, как ночной режим, когда он отрубал все там активные процессы, которыми мы ночью не пользуемся. Но в глобальной версии, увы, у нас такого нет. И последняя фишка, о которой хотелось бы рассказать, это будет обновленный такой режим, или же обновленный формат работы плавающих окон. Что имеется в виду? Мы выбираем приложение, далее плавающие окна, и вот тут у нас, смотрите, вверху. Удерживайте верхнюю часть окна и быстро перетащите ее в другую область. Или же, если мы на эти вот три точечки нажмем, мы получим дополнительные опции. Либо же сразу развернуть на полный экран приложения, либо его перенести вверх, вниз, или же, чтобы оно осталось у нас в таком плавающем окне. Допустим, выбираем перенести вниз, и вуаля, смотрите, что у нас тут появляется. В целом, очень прикольная и интересная реализация, которую разработчики сделали. И бонусом еще хотел бы чуть-чуть упомянуть такую тему, как обновленный стиль зарядки смартфона. Если вам надоела привычная анимация зарядки, то у меня также для вас есть хорошие новости. Разработчики нам как бы обновляют всю эту тему. Вот вверху, пожалуйста, заряжается, и такой некий, ну даже не знаю, стиль. Не то iOS, не то Realme какое-то. Ну, в общем, что-то такое посредине. В комментариях напишите, что вам больше это напоминает. Что же, друзья, вот, наверное, пока подошел к концу такой период видеороликов про HyperOS. В целом, я вам постарался максимально рассказать про эту новую оболочку. Мне она, опять же, в целом зашла, хотя поначалу были некоторые вопросы. Удалось установить ее оригинальную, вот, на Poco F5 Pro, попробовать, поиспользовать, и могу сказать, что я остался довольным. Есть еще, конечно, моментики и нюансики, но, я думаю, разработчики в курсе их, и будут в скором времени это все исправлять. Также на канале, не забывайте, есть полный обзор HyperOS. Есть, получается, установка, там, итоги, списки, ну и тому подобное. Ну, и если вам хочется уже сегодня на MIUI 14 поставить, там, стоковое обновление из HyperOS, вы также можете это сделать, потому все ссылки будут в описании. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, и до новых встреч.